Всем привет, легендарные внучат, с вами я, Бабка Шоу, и ребятки, вы просто не представляете, наконец-то в нашем твиттере разработчиков адопт.ми вышло небольшое обновление, все-таки восторжествовало, как говорится, правосудие, и хоть что-то прикольное нам сказали насчет нашего адопт.ми, насчет обновлений. И давайте, ребят, перейдем непосредственно, в общем-то, прямо в твиттер, чтобы узнать, что там интересного у нас добавили. И, кстати, как вы думаете, какая машина быстрее, вот эта красная или синяя, потому что красной у меня никогда не было. Давайте мы сейчас это с вами узнаем, просто чисто ради интереса, посмотрим, и потом перейдем в твиттер, по-моему, синяя быстрее. Хотя, ну, блин, управляться, конечно, сложнее, даже чем в Overlook Bay, машины управляются довольно сложно, но она, скорее всего, уже не догонит, Бабка Шоу тоже, ну, смотрите, машина довольно, кстати, быстрая, красная. И если он собрался ехать на перехват туда, то мы просто поедем в другую сторону, воу-воу-воу, погоди, сейчас полицейский разворот, смотри, хопа, ну и шо, как тебе? Ладно, ребятки, давайте мы встретимся с вами непосредственно уже в нашем твиттер-аккаунте Адопт.ми. Так, ребята, вот мы с вами находимся и в твиттер-аккаунте, и, наконец, прошло вообще столько много времени, то, что я уже даже забыла, ребят, то, что у нас вот такая вот штука интересная есть в нашем Адопт.ми, то, что существует вообще твиттер-аккаунт. Ребят, смотрите, здесь сидит пчелка, и написано B-Sync, то есть пчела думает, а о чем, интересно, думает пчела, ребят? А вот это мы с вами не узнаем, скорее всего, а, возможно, она просто думает о новом обновлении, которое у нас скоро вступит, в общем-то, в действие, и скоро появится в нашем Роблокс Адопт.ми. Если вы тоже заинтригованы, то просто ставьте лайк. Ребята, смотрите, какой прикол, здесь у нас какое-то, в общем-то, непонятное, что это, это у кого-то дома, ребята, у кого-то дома построена такая обалденная штука. Ребят, вы просто понимаете, да? Вы понимаете? Это же, ребята, самый настоящий зоопарк с пытами, это просто какой-то шок, ребята, самый настоящий шок. Здесь у нас пингвинчики, единственное, они, конечно, наверное, не ездят, просто сидят здесь, но выглядит это все дело очень-очень красиво, конечно, и, блин, очень мило. На самом деле, очень мило, очень люблю пингвинчиков, думаю, что вы их тоже любите. И здесь, смотрите, ребята, что это такое? Вернуться в 2004-й. Что это, непонятная какая-то штука. Какие-то скинчики с 2004-го года. Какая-то одежда, что это такое, вообще не могу понять. Вау, ребята, подарочки какие-то. А, ну это мы, ребят, с вами видели. Такую вот вещь вы можете получить абсолютно бесплатно. Есть видосик, где я показала код. Вот он, если что, код. Но я там показала, помимо этого, ещё коды. Можете посмотреть обязательно. Смотрите, ребята, самая интересная новость на сегодня. Это, конечно же, да, мы работаем над обалденным обновлением. Прямо сейчас, вы понимаете, ребята, вы просто понимаете. Это какой-то шок. Мы работаем над рядом интересных обновлений. Прямо сейчас. Большое спасибо за ваше терпение. Мы знаем, что вы уже какое-то время ждали ископаемых яиц. Но поверьте, оно того стоит. Вы просто понимаете, ребята. Яйца динозавров уже в Роблоксе. Ну как, не в Роблоксе, но уже на подходе. Ребята, смотрите сюда. Это же таблица с нашими обновками, которые скоро у нас появятся. Вы просто готовы, ребята. Вы просто готовы, да. Мы готовы, я тоже готова. Это просто очень-очень-очень-очень круто. Мы работаем над несколькими обновлениями. Прямо сейчас. Яйцо ископаемое. Ну, короче, ископаемое яйцо. Можете называть как хотите. Короче, ребята, это просто какой-то капец. Вы представляете, скоро у нас выйдет такое обалденное яйцо ископаемое. Можете посмотреть тонну моих роликов. Тонну роликов моих соотечественников по Ютубу. Или как это можно сказать? Это партнеров, можно сказать. Так, можете посмотреть просто кучу видосов и понять то, что реально, ребята, было очень много разных предположений. Очень много твитов, очень много всего. И мы очень ждем это яйцо, ребята. Всем комьюнити, всем Роблокс комьюнити. Ожидаем яйцо. Ждем, когда мы сможем потратить свои деньги. Но у меня их пока же, кстати, нету. Поэтому пора, похоже, зарабатывать начинать, ребят. Поэтому, если у вас сейчас нет денег, то обязательно посмотрите видос сверху. Там я показала, как заработать в Роблоксе. Самые быстрые способы, самые топовые способы. И самое главное, ребята, способ, который не требует от вас абсолютно ничего. Ушли куда-то и деньги сами зарабатываются. Так что, обязательно переходите на этот видосик, смотрите. И реально, я думаю, что вы не останетесь в стороне. Поставите лайк, подпишитесь. И реально, узнайте этот способ. Как же, в общем-то, абсолютно бесплатно и быстро зарабатывать деньги. Ну как бесплатно, это конечно. Но как зарабатывать много денег, вы точно узнаете. Это обновление занимает немного больше времени, чем мы ожидали. Это потому, что дело не только в яйце. Мы работаем над захватывающим событием, чтобы пойти с его выпуском. Есть также больше домашних животных, чем в любом из предыдущих яиц. Все совершенно уникальная анимация, ребята, вы понимаете? То есть, у нас помимо яйца будет с вами прикольный ивент. Где мы, возможно, будем раскапывать яйца, искать. Или, я не знаю, просто они где-то, может, будут в другом месте, как у нас было. С ключиком, который мы по частям собирали. Что-то подобное, возможно, будет. Мы зайдем в какую-нибудь пещеру, в которой будем с вами покупать яйца. Такое тоже возможно, ребята. И на самом деле это будет очень-очень прикольно, если так у нас добавят. Конечно же, ребятки, они работают, в общем-то, на одном ивентом. И ребята, нам сказали то, что будет петов больше, чем в других яйцах. То есть, смотрите, ребят, если у нас в других яйцах раньше было, получается, 8 петов, если я не ошибаюсь. По-моему, 8, смотрите, 2 легендарочки, 2 ультра-рарочки, 2 рарочки и 2 комоночки. И, по-моему, всех я назвала или анкомоночки. Ну, короче, ребят, не важно, не важно. То есть, а здесь будет намного больше, потому что, ну, динозавры у нас есть разные. Как, в общем-то, от всяких там мамонтов до всякого... Мне кажется, что мамонт будет легендарный. Вот, ребят, мне кажется, что будет Т-рекс легендарный и мамонт. Посмотрим на мои предположения. Возможно, они сбудутся, возможно, нет. Все-таки. Но динозавры, это дело прикольное. Хотелось бы увидеть их в игре. Хотя просто представьте себе, когда выйдут только новые яйца, как будут тениться динозавры. Потом они обесценятся, и будет просто куча гигантских динозавров. Ну, как гигантских, будет просто очень много динозавров. Так же, ребята, улучшение торговли и предотвращение мошенничества. Улучшение качества жизни. То есть, ребята, классно, да? И новые саундтреки. Саундтреки, это тоже классная штука. Мы заботимся о том, чтобы каждое из этих обновлений было лучшим для нашего удивительного сообщества. А это значит, что на их создание требуется больше времени. Так, для нас также важно, чтобы каждый член команды Адопни проявлял заботу из физического и психологического здоровья в эти трудные времена, которые могут вызывать дополнительные задержки. Мы надеемся, что вы делаете то же самое. Ребят, они поддерживают нас, в общем-то, из-за сложившейся ситуации, которая у нас возникла с карантинами. Школы, я думаю, что вы не очень рады, что вы пошли в школу. Возможно, многие рады, возможно, многие любят школу. Но лично я, если честно, как-то, ну, не очень любила ходить в школу. Да и к тому же, сейчас я делаю уроки с Софой. Поэтому это дело все мне не нравится. Верните мне лето, ребята. Лозунг лето. Верните лето, короче. И вот такие вот. То есть у нас обновочки скоро будут. Ребят, это очень-очень классно. И вот, смотрите, Джош Линк. Это один из разработчиков саундтреков. Вот здесь вот написана вся информация про него. Директор по развитию бизнеса и росту PlayAdopt.me. То есть, ребята, это какой-то бизнесмен получается. Вот. И смотрите, что он пишет. О-о-о-о, шо это такое? У-у-у-у-у. Ребят, смотрите. Фосил Экапдейт. То есть скоро будет новое обновление топовое. И все. Ребят, просто бан. Меня забанили. Меня забанили. Это очень-очень-очень классно. Если вы, ребят, не знаете, Adopt.me через несколько дней выпустит ископаемое яйцо. Ребята, представляете? И действительно, многие из вас говорят, что австралийское яйцо исчезнет навсегда, ребята. Adopt.me говорит, что его больше не будет. Если ты пойдешь в магазин и посмотришь на кабана, что там останется следующее яйцо. Одно-второе море. Что это значит, ребят? А я вам сейчас объясню. Ребят, сначала у нас появится первое обновление. Это Adopt.me Fossil Эк. И здесь же этот же человек говорит, утверждает нам то, что здесь будут морские питомцы. Вы понимаете, ребята? То есть окаменелости, да? Да-да-да-да-да. Вы понимаете просто то, что... Просто это капец. Короче, у нас будут в земле яйца. И под водой яйца. Вы просто понимаете, у нас будет двое яиц одновременно. И морские, и, в общем-то, наземные. Это какой-то капец. Ребята, подводные яйца тоже, возможно, будут. Просто какой-то капец. Ребята, у меня сейчас просто разрывается голова. Я думаю, что вообще делать. Я даже как-то... Короче, не знаю, ребят. Все, банк, банк. Баттл наших единорожек. Ребята, смотрите. Двое единорожек. Обычное черное вместе в баттле с одних с другом. Ребята, мне кажется, что здесь выбор очевиден. Нас побеждает красная единорожка. Во-первых, она, ребят, дороже. Ну, возможно, розовая как-то, ну, покрасивее. Ну, возможно, ребят. Мне лично черное всегда больше нравилось. На самом деле, ребята, я снимала недавно такой видос. Можете посмотреть обязательно на канале. Есть такая, в общем-то, там ссылочка сверху выплывет. Я не забуду, надеюсь. И, ребятки, хотелось бы сказать вам огромное спасибо за просмотр. С вами была я, Бабка Шоу. Всем пока, легендарные внучата. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Субтитры сделал DimaTorzok